Владимир Путин на Валдае покорил умы некоторых особо впечатлительных граждан тем, что вроде бы как будто покритиковал капитализм. А с ним и Запад, и вот эти гендерные штучки. Охранители называют эту речь не иначе, как «великолепной». Кто-то вдруг подумал, что президент хочет чуть ли не социализм тут устроить. Но на деле все как всегда. Слова одни, дела другие. Если кто-то ждал и надеялся, то никаких левых поворотов не было. Снимайте розовые очки и кладите обратно на полку. Своим экспертным мнением о Валдае и о том, куда же мы идем, с накануне ТВ поделился журналист, автор агитации и пропаганды Константин Семин. Мне кажется, тут поворота особого не произошло в том смысле, что мы и так двигались этим направлением. И тут, в общем-то, все было честно и открыто со стороны власти с самого начала. Это просто какие-то люди наивные, романтически настроенные, сохраняли иллюзии по поводу возможности реставрации каких-то элементов социализма в нашей стране, восстановления Советского Союза. Ничего этого никем не замышлялось, не планировалось. И, в общем, правый поворот был сделан страной давным-давно. Мы продолжаем двигаться по этой траектории. И Путин это просто продекларировал открыто, не оставив ни малейшего шанса тем, кто продолжает уповать на реставрацию социализма здесь. То есть он был абсолютно логичен и естественен. Все, что он говорил вчера, он говорил и до этого. Он сам себе ничуть не противоречит. Просто многим казалось, что ну вот Ильин, при чем здесь Ильин? Может быть, он просто не разобрался, какие-нибудь советники ему нашептали. А нет, вчера было сказано черным по белому, что наши ориентиры именно таковы, какими мы их видим по телевизору, какими мы их наблюдаем вокруг себя и слышим из выступлений первых лиц государства. Эти ориентиры Ильин, Солженицын, Ельцин. Все идет с прежним чередом. Собственно, единственное отличие от прошлых речей – это идеология. Теперь патриотизм в стране сменяется консерватизмом. Что это за консерватизм и что он изменит в жизни простых граждан, кажется, объяснять никто не будет, потому что на деле все сразу поймут, что не меняется ничего. Конечно, консерватизм от слова «консервы». Консерватизм, с помощью которого консервируются сложившиеся в начале 90-х положения дел. И так же, как во многих других странах, где вот такой консерватизм проповедуют. Кстати, обратите внимание, что сейчас, например, это же касается не только России. В действительности все просто. Вот эти вещи, на которые пытаются отвлечь внимание, о которых говорил Путин, переписывание полов, перепутывание мальчиков с девочками – это все, на самом деле, дымовая завеса, способ отвлечь внимание людей от главного вопроса, от вопроса отношений труда и капитала, от вопроса о том, кому принадлежат средства производства и кто на кого работает. Это делали капиталисты испокон веку. Они своим рабочим начинали рассказывать сказки про то, что вот за границей живут злые, плохие, нехорошие капиталисты, глобалисты, ротшильды, масоны, которые хотят вас починить и пограбить. Поэтому вы, пожалуйста, сплотитесь вокруг наших домашних капиталистов, защищающих ваш традиционный семейный, консервативный турецкий, немецкий, испанский, португальский уклад. Ваши капиталисты уж они-то вас не обманут, не продадут. Видите, они в церковь вместе с вами ходят в одну и ту же, вместе осуждают гомосексуализм, вместе против нелегальных мигрантов. Короче говоря, как в стихотворении моего хорошего товарища, екатеринбургского поэта, говорится «примирись, батрак, с магнатом рассылуевого уста, он дает тебе зарплату и рабочие места». Если на политологический язык это переводить, то это доктрина солидаризма, корпоративизма, известная миру с 30-х годов прошлого века, опробованная впервые в Италии, потом в Германии. В общем, это, конечно, не должно радовать, должно настораживать, потому что очень трудно нашему человеку смириться с мыслью о том, что страна, разгромившая фашизм, через 30 лет после своего исчезновения может переродиться во что-то напоминающее вот это. И тем не менее, пока вот мы видим и слышим такие заявления. Единственное, что нужно признать, они абсолютно предсказуемы, они последовательны. Все это было понятно и ранее, но об этом мы догадывались, а теперь нам сообщили об этом с первых уст официальной. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте. Субтитры сделал DimaTorzok